День веков хронограф Сейчас ее проведем мы Я Юрий Смирнов И я Юлиана Шахова 14 октября 1781 года закончилась война за независимость США Это была революционно-освободительная война 13 английских колоний в Северной Америке против английского колониального господства В ходе которой было создано независимое государство Соединенные Штаты Америки Английское правительство со своей стороны усилило нажим на колонии, препятствуя дальнейшему развитию в них промышленности и торговли Была запрещена колонизация земель, введены новые налоги и пошлины, что ущемляло интересы всех колонистов Начало разрозненных восстаний, которые вскоре переросли в войну, относится к 1767 году Необходимо заметить, что среди участников освободительного движения не было единства Фермеры, местники, рабочие и мелкая городская Бургазия связывали с борьбой против колониального гнета надежды на свободный доступ к земле В рядах американской армии сражались около 7 тысяч европейских добровольцев, среди которых были такие известные личности, как Маркис Лафаэт, Сан-Симон, поляк Костюшко Во главе американской армии был поставлен талантливый генерал, а в прошлом простой кузнец Грин Успешно сочетавший в борьбе с английской армией действия повстанческих войск и партизан Он умело выиграл морское сражение 1781 года у Йорктауна, отрезав с моря главные силы англичан А главнокомандующий английскими войсками генерал Клинтон после этого поражения вынужден был отвезти уцелевшие войска в портовые города Но американская армия настигла британские войска, окружила суши и заставила капитулировать Так закончилась война за независимость США А по Версальскому мирному договору, заключенному немного позднее, Великобритания признала независимость США В результате победы в Северной Америке были созданы предпосылки для развития капитализма Были уничтожены фиксированная рента, майорат, неотчуждаемость земельных наделов А в Северных Штатах было запрещено рабство негров Однако во всех Штатах все еще сохранялся высокий имущественный ценз для избирателей А на юге страны не было ликвидировано рабство Сегодня 19 октября, вы смотрите программу «День веков хронограф» Теперь мы расскажем о событиях 20 века в российской истории В этот день, в 1941 году, Москва была объявлена на осадном положении В начале октября линия фронта неумолимо приближалась к Москве В первых числах стало известно о прорыве фашистами Брянского и Западного фронтов Москва становилась прифронтовым городом Немецко-фашистское командование приступило к осуществлению так называемой операции «Тайфун» Целью которой являлся захват Москвы Гитлевцы имели численное превосходство в силах и вооружении Несмотря на героическое сопротивление советских войск Противник приблизился почти вплотную к Москве Массовая эвакуация из Москвы началась после того, как 10 октября Государственный комитет обороны Постановил перебазировать из столицы в глубокий тыл все основные предприятия Производившие боевую технику, вооружение и боеприпасы За полтора месяца было эвакуировано на восток около 500 крупнейших фабрик и заводов Более миллиона квалифицированных рабочих, инженерных и научных работников Много учреждений, театров, музеев В результате эвакуации заводов резко сократилось производство боеприпасов и вооружения В то время как необходимость в них была колоссальной И московское правительство приняло срочные меры По перестройке предприятий городского хозяйства на производство боеприпасов Автоматы, минометы, гранаты, мины и снаряды стали делать даже на посудных и галантерейных фабриках А игрушечные фабрики стало производить в бутылке с горючей смесью А все это время немцы упорно рвались к Москве С 19 октября Москва объявлялась на осадном положении Город ощетинился стальными противотанковыми ежами и надолгом Баррикады перегородили улицы и въезды в столицу Сотни тысяч москвичей участвовали в строительстве укреплений Сегодня 19 октября вы смотрите программу День веков хронограф Наш дальнейший рассказ о событиях в истории российского образования В этот день в 1811 году в царском селе открылся лицей Элитное учебное заведение для дворянских детей Среди севших за парты в тот день были такие известные люди в дальнейшем Как Александр Пушкин, Иван Пущин, Вильгельм Кухельбекер, Александр Горчаков Их вучали в соответствии с нормами образования тех времен Законы Божьем и священной истории, логики и нравственной философии Праву, латинской, российской, французской словесности, немецкому языку Государственной экономике и финансам, а также географии, статистики и фехтованию А в первом пункте устава лицея было записано следующее Я процитирую Учреждение лицея имеет целью образования юношества Особенно предназначенного к важным частям службы государственной Автор проекта создания лицея Спиранский видел в новом учебном заведении Не только школу для подготовки образованных чиновников Он хотел, чтобы лицей воспитал людей, способных претворить в жизнь планы преобразования российского государства Кстати, а вы знаете о том, что на окраине Афин Близ храма Аполлона Ликейского существовала школа Основанная великим философом прошлого Аристотеля И называлась она Ликеем или Лицеем Точно так же, как открывшийся в Петербурге лицей Да, наверное, его создатели надеялись, что царско-сельский лицей в чем-то станет преемником знаменитой школы древности Которая здесь, в царском селе, напоминала прекрасная парковая архитектура Парки хранили память и о славных страницах русской истории О боях Петра Великого О победе русского оружия при Кагуле, Чесме, Морее А лицей просуществовал всего 107 лет И был закрыт в 1918 году Редактор субтитров А.Семкин